И вот, несмотря на полный информационный вакуум со стороны Белого дома, американская же пресса по крупицам собирает информацию из всевозможных источников в администрации главы США. И приходит к выводу, хоть Вашингтон это и не афиширует, но понимает неизбежность сближения с Москвой, в частности по сирийскому кризису. И вскоре будут сделаны первые практические шаги. Высокопоставленные чиновники из администрации Обамы сообщают, что оба лидера согласились искать политическое решение сирийской проблемы и решили, что необходимо провести переговоры между американскими и российскими военными для деэскалации этого конфликта. На первых полосах сегодня и отклики на речь Владимира Путина с трибуны Генассамблеи ООН. Не в последнюю очередь в контексте ситуации вокруг Дамаска. Журналисты и политологи говорят, что российский лидер предельно четко изложил, почему поддерживает Асада. Издание «Таймс» пророчит Путину дипломатический триумф, если эти аргументы встретят понимание в США. Журнал «Шпигель» подчеркивает сбалансированный деловой тон выступления президента России. Британская пресса отмечает гибкий подход к Москвы, который оставляет за правительством каждой страны право на собственную точку зрения и путь развития. То, что предложены Путиным принципы решения сирийского кризиса, рациональнее тех, которыми руководствовался Запад, говорят даже представители американских и европейских СМИ, настроенных по отношению к России, довольно скептически. Он очень четко сказал, что мир допустил ошибку, не сотрудничая с сирийским правительством и не сотрудничая с Асадом. Что Асад — это единственный человек, способный бороться с исламским государством и боровшийся с ним. И затем он сказал, что единственный выход из этой трагической ситуации — это восстановление государства и его структур. Это его взгляд на то, что происходит в Сирии, и это очень разумный взгляд. Он затронул то, чем озабочена большая часть мира, то есть разгромом исламского государства, но добавил свою вишенку на вершину Пудинга, призвал оставить Асада в данный момент. И это серьезный вопрос, потому что сейчас президент Обама и другие, очевидно, собираются пойти именно этим путем. Теперь все больше стран согласны с тем, что Асад останется у власти, если это даст возможность максимально быстро разрешить конфликт. Если Путин сможет убедить Обаму принять его предложение, то это станет одним из величайших дипломатических триумфов за 15 лет власти российского президента. Роли России как решающей силы в делах Ближнего Востока будет наиболее выраженной с момента распада СССР. Впечатлило то, что у господина Путина есть четкое понимание того, что он собирается делать. Именно поэтому он звучит как солист, тогда как господин Обама вынужден ему аккомпанировать. Впервые за много лет Россия выступает как лидер, а США как главный союзник лидера. Это совершенно новая ситуация в сравнении с тем, что мы видели 20-30 лет назад. Он показал, что Россия это по-прежнему страна, которую интересуют глобальные процессы. Когда она перестает говорить о геополитике, о климатических изменениях, о соотношении сил и балансе сил в мире, о правах народов, об устройстве миропорядка, она теряется как страна, она теряет собственную идентичность. Поэтому Путин еще раз подтвердил, что сам является игроком первого порядка и подтвердил, что Россия является игроком, которого в мировой политике обойти нельзя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова